Всем привет! Меня зовут Зангиров Ильдаров. Я являюсь персональным тренером клуба Голд Фитнес Хэмпи. Сегодня я хочу вам показать свою тренировку ног, но для начала нам нужно размяться. Я разминаюсь всегда перед тренировкой ног на горизонтальном велосипеде, для того, чтобы подготовить свои связки сустава, а также коленные суставы к работе. Давайте разомнемся. 5-10 минут достаточно будет. Итак, мы с вами размялись, покрутили велосипед 5-10 минут. Теперь у нас первое упражнение. Первое упражнение я выбрал приседания с гирей на поясе. Это упражнение хорошо для тех, у кого проблемы с пояснично-крестцовым отделом, а также с коленными суставами. Нам понадобится пояс вот такой, обязательно, чтобы на нем была цепь, или же можно использовать резину. Также понадобится гиря для того, чтобы было отягощение. Также можно использовать гантели, диски. И также понадобится 2 степа. Сейчас я вам покажу данное упражнение, а потом расскажу все нюансы, какие нужны при выполнении данного упражнения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, переходим к нюансам. Самое главное, это чтобы у нас колени не выходили за наши носки. Если чуть-чуть выходят вперед, ничего страшного. Также еще смотреть нужно на рост человека. Если человек очень высокий, то его коленные суставы, как ни крути, будут выходить за носки. Поэтому здесь техника индивидуальная. Но классическая техника выполнения данного упражнения. Мы встаем, лопатки свели, движение начинается с таза. То есть таз сначала отводим назад, корпус чуть-чуть наклоняем вперед, для того, чтобы у нас был баланс. Чтобы мы не упали вперед или назад. Также спину никогда не горбим, чтобы не травмировать грудной отдел. Лопатки всегда сведены, грудь всегда вперед. Ну и, соответственно, смотрим за коленочками. Коленки у нас идут в ту сторону, куда у нас повернуты наши носки. Если носки повернуты в стороны, значит колени у нас идут в стороны. Если носки смотрят вперед, значит, соответственно, держим свои колени, чтобы они не уходили у нас за мыски носок. Больше ничего такого сложного в этом упражнении нет. Попробуйте, особенно те, кому нельзя осевые нагрузки. Это упражнение очень хорошо подойдет. Как и для девушек, так и для мужчин. Здесь у нас работает передняя часть бедра, квадрицепс. Задняя часть бедра, также ягодичные мышцы. Поэтому это упражнение подходит и девушкам, и мужчинам. Итак, мы сделали первое упражнение – приседания с гирей со степов. Там мы сделали 4 подхода по повторениям 12-10-8-8. Сейчас мы будем делать упражнение жим-платформы, второе базовое упражнение. Здесь мы будем выполнять по одной ноге, для того, чтобы каждая нога работала в полную силу. Потому что, когда мы выполняем данное упражнение двумя ногами, та нога, которая у нас сильнее, соответственно, забирает больше нагрузки. Соответственно, мы будем делать сейчас сжим по одной ноге. Смотрим. Ложимся мы таким образом, чтобы ягодицы у нас лежали на нижней кушетке, а поясничный отдел у нас был прижат к верхней кушетке. Когда мы поднимаем ноги, у нас здесь никаких зазоров, щелей не должно быть. Всегда себя прижимаем, чтобы не травмировать поясницу. Рукоятки обязательно нужно держать, чтобы, когда вес давит на вас, чтобы вы вверх не укатывались. Соответственно, мы себя прижимаем, ягодицы, и спокойно опускаем. Двумя ногами снимаем. Опускаем одну ногу. Делаем вдох. На выдохе выталкиваем. Колено оставляем чуть-чуть подсогнутое. Не нужно каждый раз включать коленный сустав, дабы его не травмировать. Так, выполняем 10 повторений одной ногой. Потом ставим вторую ногу. Эту убираем. И также, соответственно, второй ногой выполняем 10 повторений. Продолжение следует... При выполнении данного упражнения у нас работают полностью все ноги. И передняя часть бедра, квадрицепс, и задняя часть бедра, и ягодичные. Способ постановки ног регулируется в зависимости от ваших целей, в какую мышечную группу вы хотите больше направить нагрузку. Квадрицепс будет у нас всегда работать, потому что функция квадрицепса у нас – разгибание голени в коленном суставе. Поэтому, манипулируя постановкой ног, мы можем сместить нагрузку или же в переднюю часть бедра, или же в заднюю часть бедра, в зависимости от ваших целей. Нюансы я вам рассказал. Поясница прижата, ягодицы прижаты. Колени мы до конца не разгибаем. И внутрь тоже не сводим. То есть, соответственно, коленный сустав своей бережем. Пойдемте к следующему упражнению. Мы переходим к третьему упражнению. Третье упражнение у нас называется «Наклоны корпуса при закрепленном голеностопе». Здесь у нас работает предпочтительная задняя часть бедра, то есть бицепс бедра и двуглавая полусухожильная мышца задней части бедра. Сейчас я вам покажу, как мы будем выполнять данное упражнение. Оно очень технически сложное, поэтому здесь данное упражнение могут попробовать выполнить уже более профессиональные, так скажем, спортсмены, или же клиенты, которые уже давно тренируются. Сейчас я вам покажу, как данное упражнение выполняется. Соответственно, нам понадобится или такой тренажер, или наподобие, чтобы мы смогли зафиксировать наш голеностоп и наши колени лежали на кушетке. Смотрим вперед или вниз, и спокойно опускаемся вниз, и спокойно поднимаемся. Делаем без резких рывков и движений. Спокойно вниз, спокойно вверх. Главные нюансы в данном упражнении, чтобы спина у нас была ровная, чтобы мы не горбились, соответственно, опускались вниз и назад именно теми мышцами, которые должны работать, чтобы мы не использовали связки свои, чтобы работали именно бицепс бедра и двуглавые полусухожильные мышцы задней части бедра. Также, смотрите, для тех, кто хочет попробовать данное упражнение, можно его сделать более легким. Вы можете использовать партнера, чтобы он подавал руки и потихонечку с вами опускался и поднимался. Также вы можете подстоять боссу, то есть вниз опустились, от босса оттолкнулись и назад. Но, опять же, выполняем все подконтрольно. Спокойно вниз, спокойно вверх. Потому что, напомню, упражнение технически сложное. И дабы не травмироваться, лучше прибегнуть к помощи напарника или же, как я вам подсказал, к боссу. Пойдемте дальше. Итак, для следующего упражнения нам понадобится вот такая стойка. Вот такие вот ремешки, которые одеваются на ноги. И сейчас мы будем с вами выполнять упражнение на заднюю часть бедра, сгибание голени стоя в нижнем блоке. Данное упражнение у нас направлено на заднюю часть бедра, а также на двуглавые полусухожильные мышцы бедра. Сейчас я вам покажу, как выполняется данное упражнение. Все движения у нас идут подконтрольные. Колено стараемся не толкать вперед. Нога остается рядом с другой стоящей ногой. Носочек тянем на себя. Пяточку вверх. Сначала делаем одну ногу. Потом мы делаем вторую. Данное упражнение Данное упражнение это альтернатива упражнению сгибания голени стоя в тренажере. На данный момент у нас нет такого тренажера в зале, поэтому я делаю это упражнение в нижнем блоке. Плюс этого упражнения в нижнем блоке в том, что если вы в обычном тренажере делаете, то, соответственно, вы поднимаете вес только вверх. Вниз он у вас опускается, можно сказать, сам. Здесь же вниз вес вам приходится удерживать, потому что трос тянет вес назад. Поэтому у вас получается статодинамическая работа. Вашим мышцам приходится работать на сокращение, а также на удержание веса. Соответственно, мышца получает нагрузки в два раза больше. Попробуйте данное упражнение, думаю, вам понравится. Ну и в заключение я люблю походить по нашему коридору. Благо у нас коридор длинный. Сейчас я буду делать выпады, потом буду сидеть в статике, буду делать прыжки. И как раз этого мне хватит для того, чтобы закончить свою тренировку ног. Смотрим! Наша тренировка подошла к концу. Сегодня мы с вами потренировали ноги. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки, подпишитесь на наш канал. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Продолжение следует...